Всем привет-привет! Продолжаем прогноз на новую неделю, наш развлекательный формат, на что нужно обратить внимание. Кто не смотрел предыдущий ролик об энергиях новой недели, посмотрите, колоды я вот прям так оставила, отодвинула просто. Подсказки мы будем смотреть вот на этих колодах. Опять-таки, определяетесь для себя, можете посмотреть все подсказки, потому что неделю прям так загадать на разные дни, либо выбрать одну какую-то. Все, в общем, на ваше усмотрение, помните только, что это развлекательный формат. Наверное, больше я говорить не буду об этом, но все же. Итак, а мы с вами приступаем по одной карте на колоде Таро Сумасшедшего Дома, на что вам нужно будет обратить внимание. Вот прям именно подсказки, причем подсказки не обязательно плохие, либо хорошие, просто подсказки, на что обратить внимание на этой новой неделе. Так, смотрим, что нам скажет товарищ Дьявол. Посмотрите в этой колоде, какой Дьявол, на что обратить внимание Дьявол. Причем, знаете, если вы выбирали в прошлом видео вот колоду Театр Кукол, да, там была Королева Пендакли, то здесь у нас вот выпадает. Выпадает Дьявол, на что нужно обратить внимание. Во-первых, на свои теневые аспекты, да, будут такие моменты, которые будут вызывать у вас раздражение, гнев, причем, знаете, в большинстве своем. Вообще здесь нужно обратить внимание на те эмоции, которые вы подавляете. На то, когда вы не выражаете то, что вы хотите. На то, что вы себе запрещаете. Почему? Потому что, ну, ясное дело, что это разрушает нас изнутри, да, любые подавленные эмоции. Но здесь вот акцент на то, что здесь это может все сработать на психосоматике. В этой колоде Дьявол, он прям, знаете, выражается в некой такой зависимости, когда у человека вот прям бывает лонгка, да, то есть некомфортно, человек не может успокоиться. Вот это вот бесконечное какое-то движение, хаотичное непонимание. Прям высокой температуры здесь тоже может быть, да, будьте внимательны, не простудитесь. Что еще может быть, на что нужно обратить внимание? Ну, здесь все, что связано с гневом, все, что, возможно, какие-то моменты в вашей жизни не реализовываются, это будет вас раздражать. Люди будут вызывать у вас очень яркие эмоции. Эмоции, скорее всего, больше негативного характера, потому что мне идет здесь вот такое вот, прям вот именно агрессия, да, здесь ярко выраженная агрессия. Либо такое ощущение, знаете, вот крик души, все, уже не могу, уже достала, уже кто-то, помогите, уже как-то. То есть здесь сразу могу сказать, вам нужно будет быть более спокойными, контролировать себя, да, то есть как только вы понимаете, что начинаете включаться в какой-то процесс, сразу переключаетесь, да, то есть у нас первично идет эмоция, эмоции, они достаточно короткосрочные по времени, а дальше у нас идет мыслительный процесс. Вот чтобы не включиться мыслительный этот процесс, как только вы чувствуете, что что-то вам на уровне именно тела, обращайте внимание на свою физику, на уровне тела, что что-то вам не нравится, сразу переключаемся, не включайтесь полностью в этот процесс, иначе это будет вас разрушать. Здесь вот прям такие очень яркие эмоции, а с другой стороны, если вы действительно занимаетесь саморазвитием, вот эта вот карта, она вам покажет то, что вы подавляете внутри себя, с чем вам нужно поработать, с какими эмоциями, да, разобраться, то есть с точки зрения развития эта карта вам может увидеть свои сценарии, потому что это все всплывет, причем не просто всплывет медленно, а это вот, знаете, как извержение вулкана прям вас прорвет. И вот в этот момент, если вы умеете наблюдать за собой и разбираться с собой, вот то, что ситуация какая будет, и у вас будут вот эти вот эмоции, их классно было бы проработать. Ну, если вы не работаете с собой, да, то имейте в виду, что вот будут такие конфликты, ссоры, где-то непонимание, причем, знаете, такое, я не прав, но в этот момент вот у вас будет как помутнение, рассудка, вы будете настаивать, вы будете продавливать, потом вы можете, конечно же, пожалеть об этом, потому что успокоитесь, но вот в какие-то моменты у вас будет вот такая вот агрессия ярко проявленная. Будет прямо, знаете, одержимость, желание, вот я хочу это получить, я не понимаю для чего, но вот что-то вот такое внутри вас будет включаться, что я хочу, мне это надо, поработать, подсказки. Так, подвину. Кто выбрал вторую колоду? Вот эту, это все о ней, посмотрим здесь, на что вам нужно будет обратить внимание. Здесь у кого-то будут суды, очень напоминает вторую, на карту правосудия, да, здесь судьи, во-первых, как говорите, не судите и не судимы будете, первый момент. Второй момент, все, что связано с законом, с документацией, здесь нужно быть прям четко, конкретными, не нарушайте, не едете нигде на красный свет, все по правилам, все как нужно, если нужно что-то где-то заплатить, заплатите, все долги нужно будет отдать, совсем рассчитаться. То есть здесь нужно быть вот именно по справедливости. И есть такие моменты, опять-таки мы же говорим как подсказки, да, что, возможно, сейчас, на этой неделе вы будете получать то, что вы заслужили, и вам нужно будет обратить внимание на выравнивание, да, на процесс выравнивания. То есть если вы очень много работали, на этой неделе вам нужно будет отдохнуть. Если, наоборот, долгое время отдыхали, здесь вам нужно будет включиться в работу. Вы прямо на этой неделе четко увидите вот этот вот баланс, как он работает на самом деле. Если вы, допустим, там очень ярко выражаете свои эмоции, смеетесь, радуетесь, то в какой-то момент для баланса, для выравнивания, да, у вас будет вот эти вот переживания, слезы. Поэтому постарайтесь обратить внимание на свои эмоции, как-то находиться больше в таком фоновом, ровном состоянии, когда вам хорошо. То есть хотите порадоваться где-то, знаете, вот в глубине себя, опять-таки не подавляя, но учимся не выплескивать вот эти вот эмоции, потому что потом вам их будет не хватать. Либо наоборот, когда вам не хватает, вы будете становиться вампирами. Поэтому здесь все должно быть по справедливости, и обращаем внимание на документы, чтобы все было по закону. У кого будут суды, здесь будет, знаете, так, 50 на 50. Я не могу сказать, что вот вы выиграете суд, либо проиграете. Здесь будет такая спорная ситуация. Достаточно что-то будет на суде такое, что всплывет, что изначально не было рассмотрено, да, либо не было предусмотрено. И вот это вот как-то затянется, этот процесс. Вообще здесь вам нужно пересмотреть также свое окружение, потому что есть в окружении какой-то вот человек, который не то чтобы он к вам плохо относится, но здесь человек достаточно критичный с вашей стороны. Ну, то есть вам кажется, что вас слишком критикуют, но с другой стороны здесь человек, он видит вас и хочет вам как будто бы вот через свою критику помочь. Правда, не совсем верный подход, но в любом случае, то есть вот с этим холодом, с критикой, не потому что он плохой человек, а потому что он достаточно реалистичный, и это может вас в нем раздражать. Но прислушайтесь, да, здесь вот совет про это. Прислушайтесь к этому человеку, что-то, видимо, такого важного должен вам сказать. Так, колода эпического Таро. Здесь какие у нас подсказки? Аркан про справедливость, да, смотрите, здесь аркан суда, здесь аркан справедливости. Причем, смотрите, ну, не считая вот метафорических карт, да, это вторая карта по великим арканам, да, то есть, видимо, здесь подсказки, этап какой-то достаточно такой важный в вашей жизни, поэтому на это нужно обратить внимание, невзирая на то, какую позицию вы для себя выбрали. Аркан справедливости. Здесь я могу сказать, что вам кому-то нужно будет обратиться куда-то за советом. Быть более сдержанным, быть более спокойным, вот прям пересекается с дьяволом. Быть таким, знаете, вот холодным, вот как на этой карте, да, какая-то вот такая глыба, да, холодная, не реагирующая ни на что. То есть, вам нужно будет меньше включаться в какие-то процессы, которые происходят. То есть, больше находиться в таком спокойном, здесь, понимаете, даже не то, что спокойным, как по умеренности, да, когда вот прям дзен-дзен, нет. А здесь такой, знаете, сдерживающий фактор, обычно по мечовости, то есть, больше включать свой холодный рассудок, холодное сердце, холодный ум, я бы сказала по этому аркану. И если нужна какая-то помощь, да, можете обратиться. Но здесь вот прям убирайте эмоции из своей жизни. Вот по этой карте я могу сказать, что вам не нужны эмоции. И они просто будут непоняты, да, то есть лишний раз вы будете переживать просто, если включитесь эмоционально. Так, следующая метафорическая карта. Колода – это все о нем. Здесь какие подсказки. И вытащу сейчас один глагол, да. Потому что в этой колоде есть такое. Так, служить. И все, что с этим связано, да, здесь я его пояснять не буду. Здесь каждый, ну, может, в зеркальном отношении, да. Служить здесь написано. Подсказки. Здесь какие-то, знаете, чудеса происходят. Ну, во-первых, очищение. Да, очень такой, знаете, вот вообще подсказки. Я не знаю, что за период такой достаточно судьбоносный, да, если приемлете такое слово. С чем это будет связано? Здесь вас как будто бы будут постоянно провоцировать на то, что докажи, ну, вот покажи, мы тебе не верим, да. Вот вам нужно будет совершать какие-то действия, да, либо предъяви какие-то документы. Здесь вопрос непосредственно связанный с очищением тоже будет как процесс. Может быть, кто-то, кому-то надо заняться чисткой своей энергетической. Если люди здесь занимаются практикой, да, то практика хорошо пройдет, да, либо вот моменты чистки тоже хорошо пройдут. Что еще, как подсказка, да, обращайте внимание на слова. Вот здесь такое ощущение, что если вы хотите что-то притянуть в свою жизнь, вам нужно обратить внимание на то, что вы говорите и как вы говорите. Да, безусловно, если вы пользуетесь, там, заклинаниями, они хорошо будут срабатывать. А так вообще обращайте внимание, потому что здесь вам нужно очистить свой словарный, вообще свою речь почистить. Если, допустим, вы в последнее время стали использовать свои речи, не цензуру, да, либо какие-то вот прям, ну, простые такие слова, ваша речь стала бедной, так скажем, да, здесь нужно очистить. Вообще, как подсказка, хороший период для обновления, для очищения, для сжигания, для избавления от чего-то. Старые, старые вещи можете выбросить, да, старые какие-то мысли. Побольше будьте в семье, знаете, вот так вот вокруг какого-то такого очага, да, домашнего очага. Собирайтесь прям и очень много разговаривайте, проясняйте. В семье, да, то есть, если вы раньше как-то вот, ну, каждый кушал в свое время, да, или как-то не получалось, то есть сейчас попробуйте почаще сидеть за общим столом, либо вообще за столом переговоров, да, то есть вот сейчас как будто бы есть такая готовность, перенимает. Либо если вы хотите что-то, чему-то новому научиться, тоже хороший этап, да, вот момент, как подсказка. Так, и последняя колода, это колода Этсин, она двухсторонняя, ну, то есть сверху и снизу, чтобы осмотреть в прямом положении, либо в перевернутом, она вот так перевернутая, а перевернутая, это у нас, не знаю здесь вам насколько видно, да, перевернутая позиция, это вот нижняя картинка, вот тут закрывая, вот, она называется жизненный тупик, да, и мы видим здесь человека, который упал, так поближе вам поднесу, чтобы вам видно было, да, ну, либо кто разбирается, это номер 58, так, можете почитать, выйти, тупик, да, здесь такое будет у вас ощущение, что человек как-то выгорел, да, ничего не получается, ничего у него не происходит, причем это будет вот шестая чакра, это непосредственно связано с социумом, у человека нету сил, нету, знаете, либо наоборот, очень много прикладывал, как-то, знаете, вот на силе воли выезжал, и вот сейчас здесь идет полное опустошение, либо у вас в социуме ничего не происходит, только из того, что вы хотели бы, да, как будто бы нет какой-то отдачи, здесь идет усталость, даже не физическая именно, а моральная, человек вошел в тупик, жизненный тупик, и он всегда дается для того, чтобы вы проанализировали ситуацию, туда ли вы идете, то ли вы хотите, на то ли вы обращаете внимание, то есть вот эта вот вынужденная остановка, она не всегда говорит о том, что вы, ну, идете неправильным путем, иногда вы, возможно, идете верным путем, но то, что, то, как вы достигаете, да, то есть способ передвижения по этому пути, он не совсем может быть верным, может быть, наоборот, есть какие-то преграды, которые вас останавливают для того, чтобы вы переждали какое-то время, да, не торопились, но здесь вот, знаете, у меня ощущение того, что это как будто бы песок, и здесь человек упал, он заблудился, он заблудился, и вот как в пустыне, да, не видишь дороги, все одно и то же, все одно и то же, и я не знаю, как выйти, здесь нужно просто передохнуть, здесь не хватает жизненной влаги, да, то есть пустыни нам не хватает воды, чтобы наполниться, да, то есть здесь вот как будто бы эмоции, здесь на этой неделе, вот вы будете как выжженная пустыня без эмоций, морально, здесь моральная усталость, обратите на это внимание, это связано с вашим взаимодействием с миром, социумом, это может быть профессиональная какая-то сфера, но здесь общение с людьми, да, потому что вот, сори, здесь что-то вы не можете, вы не можете быть услышанным, здесь нет отдачи от ваших действий, вы говорите, вас не слышат, не получается, вот такая вот была подсказка по последней колоде, ну, я так, блин, так красиво я влазил в кадр, надо быть научиться и не влазить, жду вашей обратной связи через неделю, ну, и сейчас вы можете, конечно же написать, но через неделю, насколько проигралась, какие ситуации, причем это интересно, знаете, наблюдать, так ли это или нет, либо, например, вот я говорю, да, по пустыне, что будет какой-то жизненный тупик, и у вас действительно произойдет какая-то ситуация, может быть, кто-то сон увидит, да, что вот я находился в тупике, тоже будет интересно отслеживать такие моменты, а я с вами прощаюсь, в понедельник выйдет новый расклад, да, если вы смотрите в то время, когда выходят ролики, что вам говорит ваш внутренний голос, жду вашей обратной связи, насколько вам нравится такой формат, вот, и всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok